Они очень любят кекс, они его обожают, смакуют, они жить без него не могут. Это прям беда. Вы либо ищите сироту, либо ищите человека, который живет далеко от своей семьи. Обходят мужчины уже и старые, и неопрятные. Вроде бы как второй сорт не брак. Совершенно нелепое поведение, но если мы его будем анализировать мозгом. Привет, друзья! Вы находитесь на канале «Райская жизнь на Канарах». Сегодня настала очередь очередного женского видео. Тему я выбрала непростую. Я хочу поговорить о том, что не так с нашими славянскими женщинами. Почему они, многие из них, не находят свое женское счастье в Европе? Почему не складываются серьезные отношения с европейскими мужчинами? Я постараюсь быть предельно честной в этом видео, называть вещи своими именами. Буду приводить много личных примеров, поэтому досмотрите это видео до конца. И замотивируйте, пожалуйста, меня своим лайком на продолжение женской темы на моем YouTube-канале. Это видео я решила сделать систематизировано, чтобы у вас более-менее четко успелась информация, чтобы вы подкорректировали ваши ошибки. Если вы топчетесь на месте, если вы задаетесь вопросом, что со мной не так. На первом месте я, поскольку общаюсь с огромным количеством женщин на протяжении всей своей жизни, я бы выделила этот банальный пункт про банальную низкую самооценку. Куда от нее деться? Все мы выходцы из постсоветского пространства, те, кто живут в Европе, девушки, они до сих пор, я могу обобщить, мы до сих пор не избавились от всех комплексов, которые в нас насадило шовинистское общество. У очень многих из нас существует до сих пор, у кого-то на четвертом, у кого-то на пятом, у кого-то даже и на шестом десятке, некоторая неудовлетворенность с собой. Я наблюдаю по своим знакомым, по своим подругам, может быть, по каким-то бывшим коллегам по работе, что эта неудовлетворенность, она дает женщинам, особенно когда мы меняем возраст молодой на зрелый, и ворчливость, и некоторую критичность. Вот это нонсенс, но на самом деле это факт, что низкая самооценка у наших женщин, она сопровождается высокими, а то и завышенными требованиями к окружающим. То есть женщина привыкла себя осуждать за оценки, ждать похвалы, ждать какого-то одобрения со стороны знакомых, близких и коллег. Ровно так же она относится к ним и особенно к своему испанскому жениху. Тут мужчина должен изловчиться и быть и красивым, чертовски привлекательным, и состоявшимся на работе, и успешным, и щедрым. Не дай бог, если какой-то параметр не соблюдается. И вот если еще поговорить о психологии совсем чуть-чуть, то что я наблюдаю, что рядом с низкой самооценкой, высокими требованиями к окружающим, которые предъявляет женщина, у нее еще и идет синдром завышенных ожиданий. То есть видя иностранца, придя на первое свидание с испанским женихом, видит она его впервые вживую, но вот у нее вроде бы как сошлись все пазлы, и она ожидает от этого жениха какого-то идеального поведения, идеального развития событий. И выходит на нас с этого первого свидания, окрыленное, ей все безумно понравилось, даже если она гихикала не в попад, даже если она отвечала на все его вопросы сухим, си, о, но. Мужчина ей понравился, она видит продолжение событий, но вот что происходит обычно в таких случаях, все ее ожидания накрываются медным тазом, потому что она фантазировала на одно, а испанец ведет себя, мы не говорим, что он ведет себя плохо, он ведет себя по своему алгоритму, который у нее в голове не бьется. И вот наблюдала я неоднократно, что происходит. Происходит разочарование и злость. Злость и неудовольство на ломаном, к тому же, испанском языке выплескивается на бедного, ничего не подозревающего испанца, потому что всего лишь он не оправдал ожидания этой женщины. Давайте здесь тормознем на теме не просто первого свидания, а первого свидания со сладким продолжением, я имею в виду кекс. У наших дам почему возникает фракаса по-испански или неудача? Потому что после первого свидания, которое закончилось бурным и обучайно ярким кексом, когда может быть Педро с 12 до 6 утра не выпускал ее из объятий, повторялась в 25 раз Текеру. И на утро, когда они расстались, она окрыленная подумала, что все, второе или третье свидание неизбежно. И Педро не позвонил, не позвонил ни на следующий день, ни через неделю. Что произошло? В чем подвох? В чем неудача? Обычно многие женщины задаются вопросом, но как же так? Мы же люди серьезные, мы же люди взрослые. Я чувствовала, что любовь и страсть была взаимообоюдная, была приятная для двоих. Где моя ошибка? Что не так я сделала? Да, испанские мужчины очень быстро, очень просто говорят Текеру. Даже с первой переписки, я уж не говорю про первое свидание, когда он взял вашу руку в свою руку и взглянул в ваши голубые, как правило, славянские глаза. Это не наш славянский мужчина, из которых каленым железом не выбьешь эти слова, которые мы так ждем. Но в чем вопрос? Вопрос в испанском менталитете, в разности характера. Мужчины здесь чувствуют ярче, проявляют свои чувства не так, как наши белорусы, украинцы, русские, казахи. Здесь мужчина проживает всю эту гамму чувств, вот как будто бы с душой нараспашку. И если кто-то из вас, девушки, любит Есенина и считает, что вот наши поэты, вот только они знали, что такое настоящая любовь, вы переведите хотя бы одну испанскую песню. И вы поймете, что это все детский лепет. Так как любят испанцы, я думаю, что не любят нигде в мире. Многих это и подкупает, многие наши славянки теряют голову, но здесь надо понимать, что может быть Педро и клянется в вечной любви и совершенно искренне говорит, что он вас любит. Но он параллельно не озвучивает одну очень важную мысль. Если она дала зеленый цвет или допуск к телу так быстро, у некоторых мужчин это первое свидание, у других мужчин более консервативных, это может быть недели или даже месяц. То есть, если так быстро со мной, то значит и с другими так же быстро. Да, давайте признаем, что мужчины это редкие лицемеры, они очень любят кекс, они его обожают, смакуют, они жить без него не могут. Но вот они по-ханжески делят женщин на быстрый честнодовалок, они даже могут иметь с такими продолжительные отношения, вроде бы как второй сорт не брак. И если видят такую, от которой брюки становятся тесными, и видят ее как будто бы как снежную королеву, которая манит, но не тает, а нет, такой женщины сходят с ума. Да, совершенно нелепое поведение, но это если мы будем анализировать его мозгом. Мужчины же всю свою жизнь практически, они зависят от уровня гормонов, принимают соответственные решения. И тут уж судить головой те поступки, за которые ответственна другая голова, это не совсем логично. И мы, многие девушки, женщины, мы прекрасно знаем эту мужскую природу, но вот почему-то мы ведемся на чувства, мы ведемся на позывы сердца, на какие-то рвения душевные, как это принято называть лирично. Я думаю, что надо почаще вспоминать об этой мужской специфике. И отвечая на вопрос, что не так с нашими женщинами, я хочу сказать для всех, кто сейчас смотрит мое видео, я хочу сказать, да все так. Мы нежные, мы и ласковые, особенно если мы видим мужчину, любящего, опрятного, нежного, перспективного, щедрого на эмоции. Естественно, мы отвечаем ему той же монетой. Очень сложно манипулировать, очень сложно дозировать свою любовь, а бы чего этот мужчина не подумал. Что происходит здесь, в Испании, что здесь, когда вы видите совершенно иного мужчину, это диво дивное на самом деле, это не чудо диванное, как у нас в СНГ обычно, то, конечно, любая славянка предпринимает различные шаги, чтобы осуществить свою женскую мечту, чтобы состояться, как жена, чтобы иметь семью. И здесь в ход идут любые наши женские приемчики. То есть, если не мытьем, так катанем. Я знала очень многих девушек-славянок, которые, например, знаю, что они на следующий день пойдут в гости, в семью жениха. Они ночью лепили то пельмени, то стряпали пирожки. Послушайте, ну как иначе? Если видишь доброе, сердечное отношение людей напротив, если приходишь в дом, и тебя встречают как родную, и даже если это не родители твоего мужа, а всего лишь родители жениха, с которым у тебя непродолжительные отношения. У меня, например, в Испании никогда не было натянутых, сухих отношений с испанскими мамами, тех, которые я имела в России в моем первом браке со свекровью. Здесь все мамы ко мне относились очень тепло, меня принимали прекрасно в своем доме, и поэтому, конечно, я им старалась отплатить той же монетой. Я постоянно носила подарки, я постоянно покупала перед визитом что-то. Если это был роман на дистанции, когда, я помню, я летала к своему жениху, я обязательно покупала или какой-то парфюм для мамы, покупала для папы бутылку канарского рома. И это, вы знаете, была какая-то лично для меня навязчивая идея. Я не ожидала, честно говоря, после бывшего советского пространства, что люди внутри семьи могут так относиться друг к другу. У меня постоянно чесались руки что-то купить, что-то подарить, передать через кого-то. И вы знаете, до сих пор я разгребаю какие-то детали, какие-то подарки, сюрпризы, потому что сейчас мы переезжаем с офисом, и именно в офисе мой муж, на тот момент жених Чема, он складировал все эти вещи, которые я привозила. Например, когда работала на Майорке, и когда я прилетала, и, естественно, я встречала его родню, и что-то пыталась им снова задарить. То есть в один момент он сказал, хватит, угомонись, по-русски говоря. И так знают все, что ты хорошая, и не надо быть уже приторной. Про подарки, которые иногда портят малину так, что у женщины не развиваются серьезные отношения. Я могла бы рассказывать долго, потому что это и мои примеры, это и примеры женщин, которые иногда берут у меня консультации, чтобы выяснить, что не так, почему отношения развиваются по неправильному сценарию. Дело в том, что делая подарки, организовывая какие-то сюрпризы людям по поводу и без, вы что делаете? Вы просто иногда обязываете людей думать о том, что вам подарить на день рождения, либо искать какой-то повод, чтобы как-то отблагодарить вам за пижамку, за, может быть, какой-то плюшевый халатик, за дорогой парфюм. То есть вы людей ставите в неудобное положение. Это прям беда, потому что мы, женщины-славянки, в большинстве своем, мы не чувствуем нашу ценность. И, приходя в испанские семьи, мы пытаемся людей еще больше расположить к себе. И некоторые семьи, некоторые мужчины даже начинают думать, а почему она ведет себя таким странным образом. Почему она старается понравиться еще больше? Потому что обычно женщины у нас и привлекательные, и образованные, и воспитанные. И получается еще, что мы настолько щедрые, что готовы последнюю рубаху снять. Это доброта, это услужливость, это вот такая вот непомерная щедрость, когда у нее, может быть, у самой денег не хватает, а она делает дорогие подарки, и жениху, и его родителям, у некоторых она становится поперек горла. Что еще не так с нашими женщинами по меркам испанских женихов? Это я расскажу вам без прикрас, потому что эти примеры мне достаточно знакомы. Слава Богу, Бог меня уберег от этих моментов неудобства, когда, например, я знаю, что существуют очень шумные, многочисленные испанские семьи, которые регулярно, либо по субботам, либо воскресеньям, все собираются вместе. То есть, вот такая группка может насчитывать 10, а то и 20, а то и 30 человек. То есть, я знаю, что мне рассказывали девушки-славянки, что это прям вот каждую субботу сборы в час дня у мамы на какой-то финке, либо же это дача, можно перевести так это слово. И вот все шумно готовят, потом шумно поедают. Это с часу дня длится до часа ночи. Это, во-первых, и потеря времени, во-вторых, если вы работаете, представьте себе, вы тратите выходной день не на уборку, не на приведение себя, например, в порядок, а просто на тупо сидение рядом с членами семьи, обсуждение каких-то последних новостей, у кого кто народился, кто заболел, у кого произошла какая-то история с автомобилем, что на работе. То есть, каждую неделю происходит приблизительно то же самое. Я знаю, что на этом фоне в некоторых парах назревают конфликты, люди дискутируют. Мне, слава богу, повезло, потому что, как я, так и мой супруг, мы не любим шумных сборищ. Нам нравится выйти в ресторан, нам иногда нравится потанцевать, собраться с друзьями, но чтобы вот каждую неделю куда-то идти и целый день общаться с одними и теми же людьми, мы сильно устаем на работе. И далее, устаешь так же, а может быть, еще сильнее от людей, от общения, от разной энергетики, что нет-нет, и слава богу, у нас нет такой большой канарской семьи, чтобы заниматься вот такими вот историями. Вы должны проанализировать, скажем, ваши предпочтения и когда вы смотрите анкеты мужчин, когда вы смотрите перфиль, когда он рассказывает вот эти вот истории, о которых рассказала вам я, вы насторожитесь, потому что, может быть, это не ваше кино. Зачем вам создавать сейчас такую историю, которая рано или поздно приведет к конфликтам? Они будут неизбежны. Вы либо ищите сироту, либо ищите человека, который живет далеко от своей семьи, либо так же, вот например, как мой супруг по темпераменту не выносит одно и то же каждую неделю шумные компании и вот по 12, по 14 часов перетирания одних и тех же новостей. Если дальше продолжить тему, что не так с нашими славянскими невестами? Я замечаю еще такую вещь, что наши женщины, переехавшие особенно со стороны СНГ, они ищут мужчину-супермена, не учитывая разности в менталитете. Вот то, про что я рассказала выше. То есть, они ищут мужчину, который решит прям сразу с порога все материальные проблемы с квартирой, с нехваткой денег, с закрытием долгов. То есть, без установления эмоциональных связей, без установления истории любви прочной, серьезной, я вам скажу, что это нереально. Это нереально, потому что мужчины здесь другие. Они щедры, но только когда видят стабильную пореху. Когда они видят иностранку, которая общается на корявом испанском языке, которая не поймет, что в жизни хочет, насколько она приехала в Испанию и задержится ли она здесь, то у мужчины единственная ответная реакция, которая возникает в отношении этой даже может быть супер красивой женщины, это всего лишь интерес. Физически, как правило. Поэтому ожидать, снова проявлять этот синдром завышенных ожиданий, ждать, что какой-то Хосы, помимо того, что он пригласил вас в ресторан, на следующий день спросит, какие у тебя проблемы, я все порешаю, лишь бы ты была счастлива. Здесь, конечно, в Испании вот ждать так быстро не приходится. Очень много женщин, которые ждут очень быстро именно таких проявлений от мужчин, дальше выражают, конечно же, снова свою неудовлетворенность, свою злость и тем самым рушат отношения. Может быть даже перспективные. Напоследок я оставила очень интересный пунктик, на мой взгляд, потому что я в Инстаграме дружу виртуально со многими женщинами, которые переехали в Испанию, а не переехали материально обеспеченными, состоявшимися, как говорится, на профессиональном поприще, оставили они свою работу, чтобы жить в благополучной Испании, может быть, на доходы, поступающие от сдачи в той же России и в Украине, в Белоруссии, какой-то квартирки, может быть, это были какие-то накопления, не суть важна. Но эти женщины, они смотрят на всех испанцев свысока, иногда ищут женихов себе подстать не в том районе, в котором им бы хотелось, в котором они могли бы, потому что видят они в своем скромном районе Валиканты, в Таревьехе, в Дене, где они остановились, как они говорят, одни нищеброды. Вот ходят мужчины уже и старые, как они говорят, и неопрятные. Да, если с кем-то и выйдешь, то это абсолютно нищедрый кавалер, от которого нуждать абсолютно нечего. Вы знаете, я человек тактичный, дипломатичный и обычно я без того, если меня не спросят, советы не даю. Обычно такие женщины, как вы поняли, они советов не спрашивают. У них на все есть свое мнение, поэтому я в чужой огород со своими какими-то рекомендациями я стараюсь не лезть, а бы чего не вышло. Но вот если бы одна из этих дам спросила меня, как мне прийти к своей заветной цели, которую я, может быть, не озвучиваю, но мне бы хотелось создать семью, коль уж я живу в Испании, прекрасная страна, мне хотелось бы наслаждаться этой жизнью с кем-то еще, особенно с мужчиной, нежным, ласковым, щедрым на комплименты, вот что я делаю не так. Я бы посоветовала такой даме, коль уж она нацелена на мужчину особенного, стать такой же особенной женщиной в Испании. Потому что для мужчины состоятельного, для мужчины обзовем этого мужчину миллионером, потому что испанцы иногда, они хоть и не зарабатывают миллионы на своей основной работе, у них есть и недвижимость за плечами, и наследство им светит. То есть, если не в настоящем, то в ближайшем будущем, в перспективе это самый реальный миллионер. То есть, для того, чтобы быть таким мужчиной, нужно быть полноценной женщиной, говорить на свободном испанском языке и владеть внутренней, знаете, такой информацией в Испании. Здесь, рестораны Мишлен, потому что такие мужчины, они не ходят и не кушают меню дель де за 10 евро. Знать, где будет проводиться формула, морская формула 1. Существуют такие формулы, представьте себе, девушки, отличать вино Альбаринио от Бердеку. Разбираться в Роме, например, если вы приехали на Канару и ищите здесь состоятельного жениха. Если это другая провинция, разбираться в напитках той провинции. Где есть интересные бутик-отели, где есть спортивные причалы для яхт, где собираются такие мужчины, как они проводят свое время, вы должны быть интеллектуально развиты в соответствии с этой зоной. Не разбираться в Достоевском, в Пушкине, в Гоголе. Это здесь абсолютно никого не волнует. Если вы хотите быть полноценной парой для такого мужчины, вы должны стать полноценной прежде всего женщиной в Испании. и дело здесь совсем не в наличии нищебродов в вашей зоне обитания. Дело здесь в том, что вы ищете не в том месте и вы для других мужчин до сих пор не представляете никакого интереса. Кстати, заходите ко мне в инстаграм, подписывайтесь на мой профиль, чтобы знать, каким образом проживают обычную жизнь в Испании интернациональные пары, например, такая, которая есть у меня. У меня канарский муж, с которым я счастлива, вот уже более семи лет. Я живой пример того, как можно жить счастливо в интернациональном браке и организовать свою вторую весну, проживать ее в той стране, которую обожаешь. Кстати, через несколько дней у меня пройдет прямой эфир, где мы еще раз обсудим эту тему. А я хочу попрощаться с вами, пожелать вам счастья в вашей личной жизни и быстрого переезда в солнечную Испанию. Всего хорошего, ясто пронто!